Слава Богу, Иисус Господь! Я никогда не забуду, однажды шел по улицам, и мальчик с мамой гуляли, и мальчик увидел меня и говорит, мама, мама, Аллилуйя идет. Мне нравится, когда люди меня называют Аллилуйя, поэтому я специально не сказал Аллилуйя. Но в любом случае, слава Богу, с вами пастор Генри Мадава, из Церкви Победа, с города Киева, а в эфире «Голос Победы». Вот, вы знаете, мы уже много лет, много-много лет служим, много лет делаем для Бога, очень много. И мне задают вопрос всегда, пастор Генри, какая ваша цель? Что вы хотите добиваться? В принципе, нет одной цели, их много. Но одна из них, я желаю и стремлюсь, и учу других, чтобы мы представляли нашего Бога Отца, чтобы мы представили Бога правильно. Заметите, это наше призвание, чтобы люди видели в нас, через нас, вокруг нас Бога. Мы его представители. Мы должны представлять Бога, его качество, кто он, его силу, его способности, его могущество. Бог призвал нас представлять его другим людям. Это наше призвание, и это и есть название сегодняшнего послания. Давайте послушаем. Мы призваны представлять нашего Небесного Отца. Книга Бытия говорится, 1 глава 26 по 27 стих. Так, я знаю, в следующий час. Стиха были шок для многих мужчин. Но, оказывается, Бог создал по своему образу. Боже сотворил его мужчину и женщину сотворил их. Женщины тоже сотворили по образу Господа Бога. Когда Бог создал человека по его образу и подобию, он хотел, чтобы его качества, божественные качества, были выражены через человека. Но человек, произошло у него грехопадения. И он абсолютно был похищены. Забрали у него все, что Бог дал ему. И человек стал выражать и показать качество другого Господина, который был плохим. И вы знаете, что самое обидное? Человек прилепился к меньшей силе, к худшей, к творению и выбросив Творца. Адам и Ева, даже если им понравилось дерево, стоило бы включить стратегичное мышление. Так, сейчас я послушаю из дьявола вместо Бога. Включу стратегию. Кто такой сатана? Творение. Ангел, который упал с неба. Который вообще не способен не дать жизни ничего. И я сейчас бросаю Творца ради Него, из-за того, что мои аппетиты, даже стратегическое мышление достаточно было бы, чтобы их удержать. Но, увы, и в результате они стали проявлять качество худших, гораздо ниже, гораздо более примитивных, уступающих по всем параметрам. И согрешил-то Адам и Ева, а первые смерти, драк пришел не между Адамом и Евой, а их детей. Они сразу поняли, что жизни родителей, хотят, не хотят, влияют напрямую на их детей. Вы скажите, а это же время Моисея, Адам и Ева, Моисея даже не пахнет еще нигде. Адам и Ева – это Божий оригинал, который Иисус пришел вернуть к тому положению. Замерите, и тогда уже начало влияние жизни родителей на их детей. Но Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы нас вернуть к нашему Творцу. Чтобы мы были спасены, очищены и снова были, как должно было быть, как было во время Адама и Ева до грехопадения. Библия говорит, 1 Петра, 2 глава 7 по 11 стих. Итак, он для вас, верующих, драгоценность. А для неверующих – камень, который отвергли строителей. Но который сделался главой угла. А для неверующего, или кто ходит в церковь, но сердце еще неверующие – камень притекновения и камень соблазна. О которой они притекаются, не покарая слову. То есть, на что они и оставлены. Но вы, скажите, но я, но вы, род избране, царственное священство, народ святой, люди взять его удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никогда не народ, они не народ Божий. Никогда не помилование, они не помилование. Возлюбленные, прошу вас, как пришелцев и странников, удаляться от плетских похоти и восстающих на душу. Заметьте, как Бог это сделал. Первое. Бог избрал нас через спасение. Когда мы спаслись, согласились со спасением, в этот момент включился кнопок нашего избрания. То есть, избрание твое сработало в момент, когда ты сказал Иисусу «да». В момент, когда ты сказал Иисусу «нет», твое избранность, оно еще есть, но не включено. В момент, когда ты сказал Иисус «да», потом отворачиваешься от Него, твое избранность еще есть, но ты выключил кнопку. И поэтому через время ты перестаешь видеть проявление избранности. И за эту кнопку всегда говори Иисусу «да», всегда беги к Иисусу. Плакать – плачь к Иисусу. Рядать – рядай к Иисусу. Радоваться – радуйся к Иисусу. Беги к Иисусу. Никогда не притворяйся. Потому что, когда кнопка не включена, ты можешь так пострадать. Дьявол настолько торопится успеть отомстить, пока ты не вернулся к Богу всем сердцем. Мы вышли из тьмы в чудный Божий свет. В каком царстве человек живет, он отражает запах того царства, слова того царства, поведение того царства, подход к жизни того царства. И невозможно прятать это, потому что с какого царства ты, ты будешь ярко выразить качество того царства. Написано здесь, что мы царственные священства, мы спасены, и мы избавлены из царства тьмы в царство света. Это в царство Божие. Вопрос возникает, с какой целью? Зачем? Какая цель у Бога? Смотрите, какая цель. Чтобы возвещать и показывать совершенство и качество Господа Бога. Бог хочет, чтобы мы без спасения не получится, не переходя из царства тьмы в царство света, не получится эти Божьи качества показать. Но как только ты спасен, и жизнь твоя перестала быть под управлением царства тьмы, Бог говорит, цель моя, чтобы ты возвещал, чтобы ты показывал совершенство и качество Господа Бога. То есть, получается, что теперь мы, Его представители, чтобы отражать и показать, кто Он. Бог хочет свои характеристики, которые у Него есть, как Бог, чтобы эти характеристики были показаны через нас, спасенных, рожденных от Него и посвященных или отданных Ему. по Санам Галатам 5 глава 17 по 21 стих. Ибо плоть желает противного духу. Идет война. То есть, помните, внутри нас Бог работает через наш дух. Вот это надо запомнить. Поэтому, когда ты идешь по жизни, плоть есть и дух есть. Не торопись согласиться с плотью. Ты можешь оказаться в ловушке дьявола. Причина. Потому что наша плоть соприкасается с этим миром. Что за мир? Весь мир лежит возле. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дело плоти известнее. Это то, как люди подчиняются дьяволу. Вот эти качества, их несколько там мы посчитаем, это является то, как люди выражают качество дьявола. Это то, как они ходят и рекламируют царство тьмы. Дело плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блюдь, нечистота, непотребство, идолослужение, вовщебство, вражда, ссори, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазни, ереси, ненависти, убийства, пьянства, бесчинства и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде, предваряю, что поступающие так царствие Божие не наследуют. Павел говорит, я вам уже говорил, но повторяюсь, если вы так будете жить, вы царство Божие, даже выходите в церковь, не наследуете. Это стоит к этому обращать внимание. Поэтому заметьте, эта группа выражает качество дьявола. Если ты что-нибудь нашел в этой группе, что относится к тебе, то помни, что Бог со своего престола смотрит на тебя и видит, как ты ходишь и рекламируешь царство тьмы дьявола. И дьявол считает тебя своим соратником. Мне кажется, это титул, который никому не хочется одеть на себя. Качество дьявола проявляется через тех, кто в чем-то похищен им. Как дьявол проявляет свои качества? Он похищает человека в каком-то направлении. Или в двух, или в трех. Это не то, что ты полностью похищен. Нет. А бывает у кого-то он похищен в эмоциях. Кто-то вопрос гнева похищен. Кто-то вопрос ненависти похищен. Кто-то похищен там, где должен был проявлять любовь, дьявол дал ему ненависть. У кого-то повышенное чувство одиночества похищен. И через это дьявол рулит его жизни через то одно направление, которое сатана похитил. Поэтому замерите, важно, чтобы человек делал инвентаризацию своей жизни. Что-нибудь в моей жизни похищен дьяволом или нет. Есть какое-то направление, есть какой-то час меня на уровень души, на уровень тела, на уровень эмоций, чувства. Есть что-нибудь, что похищено. Имейте ввиду, там, где похищено, оно влияет на много чего другого. Галатиям 5 глава 22 по 26. Вот качество нашего Бога. Читаем. Поджи Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плод со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. Не будем счастливаться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Заметите, что вот этот плод Духа, это не плоди. Пастора у меня с девяти уже есть три. Нет. Когда есть, все есть. Нет такого, что я уже на шестой неделе у меня три из девяти. Нет. Есть плод Духа? Есть. Нет? Нет. Если человек говорит, у меня плод Духа есть, пока я не увижу того человека. Нет. Реба не меняется быть собакой, когда увидит рыбака. Остается рыбой. Или плод Духа есть, или нет. Поэтому получается, что мы все проявляем какие-то качества. Важно, чтобы мы с вами начали проявлять только Божие качества, которое называется плод Духа. Плод Духа это не требование пастора Генри, это качество Бога, которое он планировал, что через его детей эти признаки будут проявляться. И возле них будет приятно быть. Как проявлять характеристики Бога? Как? Надо утверждаться в Божьей идентичности. Это то, как Бог тебя видит, это то, как Бог считает, кто ты. 1 Иоанна 3, 1-3. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлубленные мы теперь дети Божьи. Будем или мы уже есть? Уже есть. Но еще не открылось, что будем это после жизни на этой земле. Знаем только то, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. честь. И всякий имеющий надежду от Него, всякий, кто имеет, всякий, очищает себя так, как Он честь. честь. То заметите, Бог честь, и я хочу быть похожим на Него. Это то, к чему мы призваны. Свят будет свят, потому что ваш Отец свят. Бог есть любовь. Любите, потому что ваш Бог любовь. Бог верен. Будьте верен, потому что Бог верен. Вот получается, что это то, к чему мы призваны. Стремиться быть на Него похожи. Он передал мне Его качества. Какие? Бог передал мне Его праведность. Скажите, праведность? Бог передал тебе тоже. Он передал мне прощение грехов. Очистил меня. Он передал мне спасение. Он передал мне обетование Его, их действия. Он передал мне Божию жизнь, Его жизнь. Он передал мне Его силу. Он передал мне Его защиту и охрану сохранность. Он передал мне все возможности и способности, которые у Него. Он передал мне Божественную Его власть. Делай добро всегда другим людям. Говорится Матфей 5, глава 15 по 16 И зажигший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всему в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Удивительно, как доброта работает. Это орудие в руки Божьи. люди видят твои добрые дела или слышат твои добрые слова или замечают твой добрый образ жизни и через это Бог становится реальным для них. Что такое люди? Это все люди, в том числе ваши дети. Оказывается, дети одна из причин, почему не хотят служить Богу, славить Бога, это потому, что они не видели добрый образ жизни родителей. Они не слышали добрые слова, они не видели добрые поступки. Они видели мама и папа как дерутся или мама достает папа, папа терпит, 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 через 40 минут уже не выдерживает и он отвечает обратно. Они это видели. Поэтому, когда говорится люди, не забудьте, что в числе людей ваши дети. Они тоже люди, на них распространяется это. Поэтому, замерите, много вопросов в жизни решаются когда мы включаем качество Божие в действие. Все вопросы, проблемные, которые в твоей жизни, есть решение. А это решение есть какое-то действие, слово, мысли, соответствующее добру, которое если бы ты включил, вопрос бы решился. как проявлять характеристики Бога? Покажи и делись тем, что Бог дал тебе. Библия говорит 2 Коринфянам 1 глава 3-4 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей. Зачем? Чтобы и мы могли утешать находящимся во всякой скорби. Бог нас вывел и когда мы свободны, аллилуйя, ой, смотрим, он в той же скорби, где я был, что я делаю теперь, иду, вытаскиваю. Почему? Бог меня утешил, чтобы этим же утешением я прошел и помог другому, кто в ускорби. С каким утешением? Тем утешением, которым Бог утешает нас сам. Поэтому всеми твоими переживаниями Бога, всеми свидетельствами чудеса Божьей, которые ты имеешь как Божье дитё, все, что с тобой произошло, и ты решил с Богом, делись с другими людьми. Давайте мы всегда будем делиться и благословением других людей. Начинай полноценно представлять своего небесного Отца на земле. Слава Богу, что Он дал нам такую привилегию, чтобы мы показывали его. Поэтому каждый раз, когда я стою перед людьми, есть два меня. А как это понятно? Ну, вот так и понятно. Первый – это я простой человек обычный. Если бы моя мама пришла, она бы сказала, Генри, ты сегодня чистил зубы или нет? Потому что для Него я всегда ее Сын, которым нужно подсказать во всем. Вот это я один. А второе – это служитель Божий, призван представлять Бога. Есть люди, которые Бог помазывает специально, чтобы они и представляли его шире, и помогали другим понять это. И всегда, когда я приезжаю куда-то и молюсь за исцеление, ради чего я это делаю? Чтобы показать Бога живого всемогущего. Давайте посмотрим, что сделал Бог, когда люди поверили, что Он живой и приняли. Иисус Христос воскресший и живой. Он своей чудесной силой прикасается к людям. Каждая его прикосновения приносит исцеление, восстановление и освобождение. У Татьяны была боль в правой груди на протяжении пары лет. Во время молитвы боль прошла. Протяжение пары лет. Долго, да, мастопатия. Мастопатия. Я не чувствую сейчас никакой боли. Вы обратились к врачам? Да. И боли не уходили? Долго пила лекарства. А сегодня в какой момент? Микрофон ближе. во время молитвы и после молитвы я вот сейчас трогаю, я тоже не чувствую боли. вы так проверили и нет боли? Хорошо, да, проверяю сейчас тоже. Боже, спасибо тебе за это во имя Иисуса. У Анны на протяжении пяти-шести лет периодически были боли внизу живота и после молитвы она почувствовала, что боль полностью прошла. Как ее зовут? Анна. Анна. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, вот я пришла, у меня была боль внизу живота. И когда вы начали молиться, я почувствовала присутствие Божьи и как она начала потихоньку почувствовала, что боль потихоньку уходит, уходит и ушла. Все. А боль была сегодня, когда началась? Сегодня была, она часто у меня болит. Она часто бывает? Да, да, да. Боже, я благодарю тебя за исцеление Алли во имя Иисуса. Вот чудо. А что такое чудо? Это когда происходит то, что не может происходить в естественном истечении обстоятельства. Это чудо. И поэтому когда человек исцелается сверхъестественно, это чудо. Пастор Генрик, как это начинается? Очень просто. Нужно познакомиться с Богом. Нужно Его познать. Через покаяние, принятие Иисуса в сердце. И вот с этого все начинается. Я вижу многие из вас вы желаете уже примириться с Богом, чтобы начинать. Я готов. Помолюсь с вами прямо сейчас. Скажите со мной, Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь во имя Иисуса. Аминь. Если вы помолились эту молитву искренне, то Господь простил и со сегодняшнего дня вы Божие дитё. Теперь я хочу помолиться две молитвы. Первое, чтобы Бог творил чудо для вас. Второе, чтобы Бог дал вам силу представлять его на работе, в учёбе, где бы вы ни были. Отец, я благодарю тебя, что ты дал нам привилегию представлять тебя. Поэтому во имя Иисуса, сегодня представляю тебя, я запрещаю все болезни, не маши в народе. Я говорю болезни полностью. уйди. И Боже, я прошу, Духом Святым, соедина каждого жаждущего, чтобы они получили силу представлять тебя на всяком месте во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я так рад был сегодня проводить время с вами. Это всегда для меня великое привилегие. Пусть Бог благословит вас. Бог благословит